МУЗЫКАЛЬНАЯ ЗАСТАВКА Знаете ли вы свои права? А законодательство? Да нет уж, я справа вообще-то. И так разобраться. Не жаловаться негде и ничего-то так. Бандитизм без бандитизма. Конечно, знаю. А вы можете их назвать? Ой, это неожиданный вопрос. Право на труд, право на свободу, право на религию. В общем, прав много. Нет, больше обязанностей. Право на свободу выбора, право на образование среднее, право на воле и заявление в смысле голосования с 18 лет. Нет. Право на, раньше как было, право на труд, право на образование, право на лечение. К сожалению, сейчас очень многого из этого неисполнимо. Например, право на лечение. Все платное, совершенно платное. Даже то, что не платное, все равно надо платить. Это одно. Право на обучение тоже очень тяжело. Все платное. Не знаю. Сейчас же у нас все платно. Ну, как вам сказать, наверное, все-таки частично. Право на жизнь, право на бесплатное образование, право на бесплатное здравоохранение. Что еще? Не знаю, не могу сказать. Право на жизнь, право на питание, право на, как сказать, на здоровье и обеспечение. Ну, в больницах лежать, право на жилье. Нарушаются ли ваши права? Я думаю, что да. А можете привести конкретный пример? Ну, не вовремя заплату выдают. Детская поликлиника. Обратиться по любому поводу, как бы к врачу. Только заплатные услуги, так как я здесь прописана, ребенок нет. Не припомню так сразу. После 50 на работу врачи, что не берут. Вот это самое главное для меня. Мои права нарушаются, что я не могу устроиться на работу. А кормить семью надо, правильно? Врачи закрутил, кормить семью. Вот это самое главное. Как были нарушены ваши права? Обычно стандартные. Россия, Москва, милиция. Хотелось ли вам отставить свои права в суде, например? Нет, никогда не доходило до этого. Нет, слава богу, пока не приходилось. Надеюсь, что не придется. Ну, это было еще при советской власти, не удалось. Нам пришлось с мужем отстаивать свои права по квартире. Просто у нас был такой случай. Но это было лет 5 тому назад. Мы потеряли очень много здоровья. Правда, суд принял правильное решение и все. Но это было очень тяжело. Да, это довольно часто происходит. В принципе. Начиная с того управления автомобилем, когда попадаешь на госавтоинспекцию, которая не всегда бывает правильно действует. Вот. И приходится. Ну, у нас еще как-то более-менее с этим, я бы сказал. Но у Крынии была проблема с этим. А у нас, я думаю, получше. Права нарушаются везде и всюду. Ну, у меня был только один инцидент. Конечно, неприятный для меня. Этот случай был в прошлом году. И я не отстояла. Там я абсолютно права. У меня был, значит, кооперативный дом. И там немного была, значит, оплата просрочена за лифт. В конце концов, я оплатила, пришла к председателю, все. А она не посмотрела на оплату, на дату оплаты. И подала иск в суд по документам. У меня оплата была, допустим, 20-го числа. А она подала 27-го числа. И тем не менее, я не отстояла. Я оплатила просто штраф, судебные издержки. Ну, мне это обидно. У меня оплата была по документам. Я вообще, ко мне никто не имеет претензий. Но судебные издержки мне пришлось оплатить. Я считаю, что это несправедливо. Потому что председатель не выполнила свои обязанности. Председатель кооператива. Она обязана была перед тем, как подать иск в суд. Тем более, я в суде работала. Она должна была проверить, поступила ли оплата на счет. Только потом идти проверять. Я тоже думаю, смотря какая страна. Где люди верят в свою страну, верят в государство или в суд, там они пойдут. Где считают, что все коррумпировано, то, естественно, будут думать, какими путями обходными это обойти. Такие органы, как судебные и все. Человек тратит, даже если решение суда в его пользу, и он прав, он на этом протяжении судебного разбирательства, он тратит столько здоровья, что он уже ничего не захочет. Это очень долго, хлопотно, затраты, время. А мне кажется, что мало кто обращается в суд. Если, конечно, кто-то серьезное, то да, а если так, то нет. А как вы думаете, почему? А потому что это очень длительный процесс, с судами связываться, это очень долго. То ответчик не приходит, то он занят, время идет, вопрос не решается, это нервы. Я думаю, что люди не хотят из-за этого. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова